Ульяновский активист Ульяновские дорожники сделали городские перекрестки безопаснее Ульяновской области вступил в силу закон, запрещающий продавать снюсы несовершеннолетним Первыми, кто отреагировал и стал проверять точки, где отраву продают детям, оказались сами подростки Наша съемочная группа проехалась вместе с активистами по нескольким магазинам Согласно принятому региональному закону, запрет распространяется на торговлю несовершеннолетним продукцией Которая не относится к лекарственным средствам Содержит в своем составе никотин, извлеченный не из табачного сырья В народе вредный продукт получил название снюс Такие смеси используются для курения, рассасывания, жевания или нюхания За продажу установлены административные штрафы размером до 150 тысяч рублей Однако загвоздка в том, что подобная продукция не лежит в открытом доступе на прилавке А выявить место, где снюсы продают детям, сложно Потенциальные покупатели дети Именно они и делают контрольные закупки, а потом вызывают полицию Мест, где все еще пытаются сбыть эту гадость в Ульяновске много Поэтому молодые люди проводят рейды ежедневно в разных частях города Молодых поддерживают старшие товарищи К сожалению, у нас до сих пор стоит в актуальной повестке вопрос это снюс Активная его продажа несовершеннолетняя Понятно у нас, что крупные торговые сети, федеральные, региональные Они просто убрали с прилавков вот эту гадость Но, к сожалению, мелкие торговые точки Нестационарные торговые объекты, это ларьки, какие-то там пристрои и прочие Табачные лавки, которые расположены в крупных торговых центрах На сегодняшний день в частности Менее там торговые центры Они активно отпускают вот этот снюс О законе продавцы и хозяева торговых точек знают Однако уничтожать отраву не торопятся Снюс продолжают продавать Как, например, в торговом центре «Созидатель» в новом городе Продавец знает, что без предъявления паспорта продавать снюс нельзя Но все же предпочитает отпираться до последнего Скоро на место прибывает и хозяин торговой точки Однако ему быстро приходится признать Что товар, на который он не может даже предъявить сертификат покупателю Не может находиться в торговом обороте И сам уничтожает снюс Чтобы молодые любители снюса не достали его из урны Мужчина залил растоптанные банки моторным маслом Молодые активисты рассказывают, что существует целый проект, по которому они работают После мероприятия в ТЦ «Созидатель» ребята нам рассказали об этом проекте У нас была плановая закупка по проекту «Народный контроль» Так называемым товаром «Снюс» Который сейчас среди молодежи очень распространен И была существом продажа несовершеннолетнему Юные общественники рассказывают, что во время своих рейдов не раз видели очереди детей за снюсом Внимание к товару со стороны властей обострилось тогда, когда в школах было отмечено Участившееся неадекватное поведение детей Месяц назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Поручил разработать пакет мер, которые уберут ядовитые смеси из торгового оборота Как видим, поручение выполняется Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ Специализированную медструктуру запустят на базе нового хирургического центра Димитровграда через считанные недели Необходимость создания травм-центра обусловлена близостью нахождения к Димитровграду федеральной трассы Ульянск-Димитровград-Самара И если раньше пострадавших доставляли в областной центр То сейчас можно оказывать высококвалифицированную помощь в Димитровграде Что позволит сохранить жизни многим попавшим в дорожно-транспортные происшествия Хирургический комплекс открыт в Димитровграде в конце 2019 года Широкие коридоры, большие светлые палаты, новейшее оборудование В инициативе губернатора Сергея Ивановича Морозова Который обратился к руководителю Федерального медико-биологического агентства Владимира Викторовича Уйба На сегодняшний день было принято решение, что на базе хирургического комплекса Федерального центра будет создан травмцентр второго уровня Травмцентр второго уровня предназначен для того, чтобы сюда поступали пациенты после ДТП Так как трасса Ульяновск-Самара у нас практически не обеспечена медицинскими учреждениями, а именно травмцентрами По факту для начала работы травмцентра в Димитровграде есть все необходимое Осталось оформить все юридически и составить схему маршрутизации Напомним, об открытии травмцентра второго уровня впервые заговорили в конце декабря Сергей Морозов рассказал об этом главе города Богдану Павленко во время подведения итогов одного из своих визитов в наш город Это несомненно очень хороший большой успех, потому что это и новые техники, и новое оборудование, и новые возможности Превращение здравоохранения города Димитровграда в один из самых главных медицинских центров по Болжье Территориальная расположенность и близость учреждения к федеральной трассе Ульяновск-Димитровград-Самара позволят снизить смертность от травм, полученных в результате ДТП После дорожно-транспортных происшествий большинство больных у нас поступают с отчетными травмами Сочетанные травмы подразумевают повреждение ни одного плана органов То есть повреждаются и скелетные составляющие, и внутренние органы Работают совместные хирурги и травматологи, нейрохирург Поэтому травмы называются сочетанные, когда поражаются несколько систем органов Эта помощь оказывается у нас в полном объеме Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП в фиркорпусе есть оперблок на шесть операционных противошоковая палата в приемном отделении и, конечно же, хирургическое и травматологическое отделение Последнее рассчитано на 35 коек Проводятся все виды операций, в том числе так называемый золотой стандарт лечения это блокируемость стеросинтез длинных трубчатых костей с помощью погруженных конструкций В частности, именно то, что я держу в руках это интермедулярный стержень для голени, большеберцовой кости В случае необходимости врачи могут оказать все виды травматологической и ортопедической помощи Предполагается, что травмцентр в Димитровграде начнет работать с 1 марта Почти 20 мер социальной поддержки, которые прозвучали в послании президента России в обязательном порядке будут реализованы на территории региона уже в этом году Кроме того, в области будут разработаны дополнительные меры социальной поддержки Ирина Антонова побывала на первом заседании рабочей группы по реализации посланий президента 100 тысяч рублей молодым семьям, ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей Строительство детских садов и создание ясельных групп Реализацию этих и других вопросов обсудили на первом заседании рабочей группы по вопросам реализации послания президента федеральному собранию В зале присутствовали представители исполнительной законодательной власти национально-культурных автономии гражданского общества, высших учебных заведений Практически все высшепречисленные предположения этого послания лежат в непосредственной плоскости региональных полночи Это значит, что от нас напрямую зависит успешность реализации всех озвученных инициатив Акцент в первую очередь был сделан на региональных мерах социальной поддержки малоимущих семей На сегодняшний день в них воспитывается более 19 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет Уже сегодня подсчитано, что в нашей области малоимущих семей воспитывается 19 тысяч 230 детей в возрасте от 3 до 7 лет На представление жилья выплаты, озвученные Владимиром Владимировичем Путиным в размере половины прожившего минимума, сейчас это составляет приблизительно 5200 рублей потребуется 1,2 миллиарда рублей ежегодно Конечно, эта мера позволит вывести из бедности значительную часть семей с детьми Важным направлением деятельности ведомства станет дальнейшее совершенствование законодательства в именном материнском капитале семья Одним из наиболее эффективных вариантов предлагаем сегодня направить эти средства на выплаты ежемесячного пособия детей из малоимущих семей в возрасте от 8 до 18 лет по аналогии с федеральным материнским капиталом Размер такой пособия, к примеру, может составлять 3000 рублей и это вкупе вышеуказанное мере позволит свести к минимуму оставшуюся часть в малоимущей семье с детьми Не остались без внимания и молодые семьи Как уточнила министр, выплата будет осуществляться на детей, рожденных в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года Субсидию смогут получить порядка 600 молодых семей По данным Министерства образования и науки, ведется огромная работа по доступности дошкольного образования По подсчетам специалистов ведомства, 168 детей нуждаются в ясельных местах Строительство детских садов поможет решить эту проблему В 2021 году планируется создать еще 435 дополнительных мест в образовательных организациях, в том числе и для детей до 3 лет Это приобретение группы помещений для освещения дошкольного образования Организация на 100 мест и 50 до 3 в микрорайоне Новой Жизни В Свеяшского района города Ульяновска Срок до 31-го, 12-го, 20-го строительства детского сада на 280 мест в городе Ульяновске Улица Отрадная, а также срок до конца 21-го года На строительство и учреждений предусмотрены средства по государственной программе развития образования Ульяновской области На текущий год более 185 миллионов рублей Очень отрадно было услышать от Министерства образования, что будут создаваться новые детские сады и строятся В рамках послания президента будут создаваться новые детские места в ясельных группах, то есть детей до 3 лет То есть эта программа должна быть выполнена Если у нас сейчас нет очередей от 3 до 7 лет детей То есть вот эта проблема от 3 до 3 лет, это тоже должна быть обязательно решена Изменения коснутся и обеспечения всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием В Министерстве провели предварительные расчеты средств, необходимые на организацию питания По предварительным расчетам, одно с количеством обучающихся с первого обучения в 2020 году В регионе будет на уровне порядка 53 300 человек При количестве 175 учебных дней и стоимости завтрака 59 рублей обеда Приблизительно 68 рублей итоговая потребность региона составит в случае организации завтра 153 миллиона рублей В случае организации обеда 634 миллиона рублей Как было подчеркнуто на заседании, послание президента ляжет в основу законопроектной деятельности в Ульяновской области Задачи, которые обозначил Владимир Путин, требуют и сформировать современную нормативно-правовую базу Предстоит переформатирование регионального законодательства В него войдут областные инициативы, направленные на повышение качества жизни и благосостояния граждан Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ Количество совершенных преступлений снизилось Такое заявление сделали в региональном управлении МВД, где подвели итоги работы за 2019 год Так, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4% по сравнению с 2018 годом Также уменьшилось количество угонов машин, разбойных нападений и грабежей В докладе озвучили итоги борьбы с незаконным оборотом наркотиков Почти на 18% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними Лучшими территориальными отделами внутренних дел были признаны Засвияжский район города Ульяновска и муниципального образования Барышский район За высокие показатели в служебной деятельности ряд ульяновских полицейских наградили благодарственными письмами и ценными подарками В этом году спортивных объектов в городе станет больше С дачи готовится новый ледовый комплекс в железнодорожном районе Не отстает и центр художественной гимнастики в Засвияжье Весной к ним прибавятся новые спортплощадки Установку универсальных спортивных площадок в разных уголках областного центра одобрили в правительстве и городской администрации Их установку начнут уже весной Проект предназначен в первую очередь для отдаленных от центра микрорайонов где отсутствуют большие спортивные комплексы Так, например, спортплощадку установят в поселке Моторного завода Если на этих площадках будет происходить спортивные действия мы через эти спортивные площадки будем принимать именно тех детей в секции Спортивные пространства будут доступны для всех жителей района На них будут проводиться спортакиады среди дворовых команд Площадки построят за счет средств областного и городского бюджетов В этом году продолжится строительство крупных спортивных объектов Речь идет в первую очередь о ледовом дворце в Железнодорожном районе Считаю, что этот спортивный ледовый дворец, который на сегодняшний день строится он очень необходим Он необходим нашим детям, нашим внукам И как долго мы его ждали и с каким нетерпением мы теперь ждем, когда же он откроется Ориентировочная дата сдачи ледовой арены – июль этого года Площадка будет рассчитана на 256 зрителей На ней смогут заниматься юные фигуристы и хоккеисты Также будет организовано массовое катание и прокат коньков Вторая партия сэндвича приезжает в конце января Мы уже внутреннюю часть сейчас закроем И оборудование холодильное уже на базе собирается К сдаче готовят и Центр художественной гимнастики в Засвияжском районе Спортивному учреждению уже дали имя Татьяна Арена В честь председателя Региональной федерации художественной гимнастики Заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой На площадке уже смонтировали котельную Строители занимаются монтажом трибун и окон Свои двери Центр откроют уже в этом году Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ Светофор по 100 секунд и пробка из трамваев Как сделать городские перекрестки быстрее и безопаснее Городские власти рассказали о том, как они улучшают ситуацию на дорогах Виктория Черкова подробнее Жители Ульянска продолжают жаловаться в соцсетях на долгие светофоры и заторы на дорогах Наша съемочная группа решила узнать, как работает система организации дорожного движения Все ли в порядке и что может приносить неудобства Например, взяли участок на пересечении улиц Промышленной и Рябикова По словам городских дорожников, перекресток функционирует в соответствии с ГОСТом, принятым 6 лет назад Согласно стандарту, пешеходы и транспорт перестали пересекаться Безопасность повысилась, так как появилось дополнительное время для пешеходов Однако пропускная способность при этом ухудшилась В 2019 году городские власти начали исправлять ситуацию Изначально на данном перекрестке был введен раздельный пофазный разъезд То есть каждое направление двигалось отдельно Что привело к большим затором в ситуации После дополнительной проработки режимов работы на данном перекрестке Были внедрены левые дополнительные секции для поворота транспорта Дополнительная стрелка на поворот проблему решила Теперь трамвай уходит без сбоев в расписании Нововведение уже начало работать Электротранспорт перестал толпиться на путях Из-за почти трехминутного светофорного цикла За движением на всех перекрестках города наблюдает Большой Брат Камера установлена на столбах, а пульт находится в организации «Правый берег» Вся информация транслируется на экран Когда специалисты получают сигналы о неполадках в работе светофора Они отправляют ремонтную бригаду на участок Каждый день у нас в городе обслуживают четыре бригады светофорных объектов Независимо от того, находится этот светофорный объект В астретизированном системе управления Либо это в локальном режиме В этом же учреждении наблюдают за интенсивностью потоков машин Если дороги перегружены, диспетчеры регулируют время работы красного и зеленого сигнала светофоров При индивидуальной настройке под каждый перекресток специалисты отдают приоритет общественному транспорту Так и обслуживают самые сложные транспортные развязки города Под особым контролем находятся участки на улицах 12 сентября, Локомотивный и Кирова Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ 23 января в Ульяновской области ожидается теплая, но ветреная погода Местами пройдет снег Температура днем составит 3 градуса, знаком минус Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду Это все новости на сегодня Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ По будням в 18.30, 20.30 и 22.30 А также на информационном портале управда.ру 18.50 До свидания Субтитры предоставил DimaTorzok